Динго-белоба. Динго-белоба предотвращал нарушение оксида азота в сердце, предотвращал изменения ЭКГ, предотвращал нарушение сократимости левого желудочка, которые являются типичными для гипертрофии сердца. Антиоксидант. Защищает от острого инфаркта миокарда и травмы, вызванные ишемией. Сера-пептаза. Сера-пептаза применяется от отеков после операции, рассасывания различных шрамов, но все-таки она одно из самых сильных средств, которое растворяет тумбы, растворяет фибрин, разжижает кровь. И это натуральное средство, поэтому тоже рассматривайте его. Атокиназа. Атокиназа – это натуральное вещество из-за бродивших соевых бобов с использованием бактерии Bacillus subtilus. Так же, как и сера-пептаза, это фермент. В Азии она уже давно применяется, там более 2000 лет. Вообще, она снижает риски смерти от ишемии, также разжижает кровь, как и сера-пептаза. Также растворяет тумбы, понижает холестерин, понижает давление, атеросклероз. И вообще, на сегодняшний день это самое сильное лекарство при сердечно-сосудистых заболеваниях. Натокиназа в 4 раза эффективнее, чем плазмин, который растворяет тумбы. И вот, например, вот такой вариант – это и сера-пептаза, и нато в одной капсуле. Или можете по отдельности искать, но это довольно-таки сильное вещество. Энзим Q10. Q10, он вообще самое необходимое, наверное, при сердечно-сосудистых заболеваниях. Вообще, он помогает при аритмии, гипертонии, ишемии, инфаркте миокарда, сердечной недостаточности, вирусном миокардите, кардиомиопатиях, антиоксидант. И при всех этих патологиях он понижен у людей. Вообще, снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Но, конечно, лучший результат он дает вместе с селеном. И селен делает, чтобы Q10 был более активным. И вообще, он очень хорошо также и с Е-витамином работает, поскольку он его еще и восстанавливает. Вот здесь, например, вариант вот этот вот. Это как раз бренд iHerb. Мне он очень понравился, я его постоянно беру. И на него очень часто большие скидки, вот как сейчас, например. И с моим кодом там тоже еще дополнительная 10% скидка. Магний. Высокое потребление магния связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Метаболического синдрома, диапета, гипертонии, инсульта, ишемии контролирует сердечный ритм. Увеличение потребления на 100 мг в день снижало риск гипертонии на 5%. Применение магния в течение 6 месяцев улучшало эндотелий и артерий. Также потребление магния снижало риски сердечной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Также если у вас мало магния, то кальций начинает обкладываться в сосудах, возникает атеросклероз. Вообще магний и калий, анализ по крови, он не информативный. Это надо делать анализ волос. Поэтому если вам говорят, что у вас магний в норме, это не значит, что это так. Все-таки пейте его. И, конечно, все-таки магний выбирайте какие-нибудь хелатные формы. Например, вот такой вот магний, он вместе с тауратом. Магния таурат очень хорошо усваивается и немного дополнительного таурата здесь, таурина. Калий. Калий является важным регулятором артериального давления. Калий является антигонистом соли. И сейчас обычно соль у всех повышена из-за питания. Проводили исследования. У кого в рационе убирали калий, сразу повышалось давление. Калий связывают с инсультом. Риском смерти от инсульта снижался на 40% при увеличении калия в рационе. В другом исследовании на 21%. В доме престарелых увеличивали потребление калия. И смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 59% по сравнению с контрольной группой. И все-таки смотрите, потому что калия добавки, которые продаются в основном, там 3% от суточной дозы. И есть некоторые добавки, где больше. Поэтому смотрите сами. Конечно, если у вас очень большие проблемы с почками, проверьтесь. Может быть у вас в крови калий повыше. Но хотя это довольно-таки редкое явление, обычно он все-таки у всех понижен. И опять-таки, как и магний, это надо делать анализ волос. Кровь мало что покажет. Так что попробуйте, пропейте. Таурин. Таурин полезен при различных сердечно-сосудистых заболеваниях. Ишимии, гипертонии, сердечной недостаточности, атеросклерозе, диабетической кардиомиопатии. Контролирует перегрузку кальция, понижает холестерин, разжижает кровь. Вообще, сами почитайте это исследование. Здесь очень разные дозировки от 600 мг до 6 г в день. И защищает он от гипертонии, вызванной избытком фруктозы в рационе у мышей. Но беременным его нельзя. Ну, почитайте сами. Аргинин. Аргинин – это тоже аминокислота, так же, как и таурин. И она необходима для синтеза оксида азота в организме. А он как раз расслабляет сосуды во всем организме. И тем самым кровь начинает поступать лучше туда, куда и до этого было трудно попасть. И по этому принципу работают нитроглицерин и виагра. Аргинин делает сосуды эластичными. Понижает давление. Ну, разжижает кровь. Также дефицит асота связан с атеросклерозом, диабетической ангиопатией, острый инфаркт миокарда, стенокардия, атеротромбоз. У больных в острый период церебрального ишемического инсульта происходило снижение уровня оксида азота. Повышенный холестерин также приводит к уменьшению оксида азота. У пациентов со стенокардией улучшалась эндотелиальная функция, переносимость нагрузки и снижение агрегации тромбоцитов, получавших 15 грамм в сутки аргинина в течение 10 дней. Также 2 грамма 3 раза в сутки улучшали эти параметры в другом исследовании. Курение также снижает уровни оксида азота, поэтому курильщикам тоже необходимо его добавлять. Также все-таки посмотрите его на хербе, там такой большой выбор его. Если вы принимаете нитроглицерин, то вы можете постепенно заменить его на аргинин. Попробуйте. Витамины группы В. Особенно В2, В6, фолиевая кислота и В12. Они участвуют в метаболизме гомоцистина, который разрушает сосуды и является предиктором сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. Больше всего за это отвечает фолиевая кислота. Вот, например, вот этот вариант очень хороший, я его советую, потому что здесь все витамины в активных формах, большие дозировки. И вот этот препарат, если у вас повышен гомоцистин, он его понизит. Витамин С. Вот это вот обзор исследований больших доз С-витамина. Именно больших. 19 тысяч взрослых, те, у кого С-витамин был ниже, в два раза чаще умирали по сравнению с теми, у кого был высокий уровень. У них снизились сердечно-сосудистые заболевания и показатели смертности от всех причин. 11 тысяч взрослых мужчин, которые принимали 800 мг С-витамина, жили на 6 лет дольше, чем те, которые принимали 60 мг, как нам всем и советуют. Более высокое потребление снижало смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 42% у мужчин и на 25% у женщин. Если вы когда-то потребляете, ну то есть когда вы едите жирную пищу и вместе с этим примете витамин С и Е, то у вас не нарушается функция эндотелия. Обычно она нарушается, когда вы едите жир сразу же. У пациентов с ишемией витамин С усилен способность артерии расширяться. У курильщиков дозировка 2 грамма в день снижала эндотериальную дисфункцию на 59%. И вот почитайте сами здесь это исследование. Здесь очень интересно. Я сама любитель больших доз С-витамина. И сама я принимаю 2 грамма в сутки. Всегда. Но смотрите сами. Конечно, если какая-то болезнь, вообще в принципе любая, особенно инфекция или вирус, нужны сразу же большие дозы С-витамина. И много исследований. Чем выше эта доза, тем быстрее вы поправляетесь. Там уже начинается от 6 грамм и выше. Даже там до 100 грамм доходит. Поэтому присмотритесь и почитайте. Красный дрожжевой рис. Он это в принципе то же самое, что и статины. Он содержит моноколин К. И у него такое же действие, как у левостатина. Поднижает холестерин. Но он и имеет те же самые побочные эффекты, что статины. Но все-таки некоторыми людьми он лучше переносится. Те, которые не могут вообще статину употреблять. Ну, например, в Америке такие препараты, где написано сколько, например, моноколина К в капсуле, они только по рецепту. Потому что такое же действие, как и у статинов. А те, которые продаются без рецептов, они в принципе по исследованиям могут вообще не содержать этого вещества, моноколина К. Или некоторые содержат, ну, смотрите сами. Но вообще-то некоторые эти препараты, которые, скажем, не очень хорошего качества, не очень известные бренды, наверное, могут содержать вещества цитронина. Это который вызывает почечную недостаточность, токсин. Поэтому, конечно, осторожно берите хорошие бренды. Вот, например, вот такой вариант. Я помню, он как раз попался на том, что у него было внутри это вещество моноколин К. Хотя не написано, что оно у него там есть. В принципе, можете присмотреться к нему. Ну, в Европе, например, продаются. То есть этот моноколин К, он там не по рецепту. Там можно купить уже свободно его. Так что вот. Но, конечно же, поскольку это статин, вам нужно обязательно добавлять Ку-10. Без него, то есть вообще все статины, они выводят Ку-10. И вообще становится еще хуже. А вообще-то, в последнее время, так и даже давно уже, поднимается вообще этот вопрос. Помогают ли вообще статины? Потому что весь мир сидит на статинах, а риск сердечно-сосудистых заболеваний только растет. Поэтому смотрите сами. Цин. Ниацин – это витамин В3. Он понижает холестерин, снижает корональную смертность и нефатальный инфаркт миокарда. Но доза обычно около полтора миллиграмма. То есть это как бы в сутки. Но у него побочные действия. Там начинается прилив, покраснение, сердцебиение. А другие формы, например, никотинамид, они не снижают холестерин. Хоть они и продаются, то, что они понижают холестерин, но научному подтверждению этому нет. ДТА – используется для удаления кальция из организма. Если у вас диагностирован кальцификация артерий, разжижает кровь, выводит тяжелые металлы, связывает их при отравлении. Но так просто, конечно, нельзя это принимать. Это все-таки лекарство. И если вы уже принимаете, то после этого пропейте курс минералов. Боярышник Боярышник применяется при лечении сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца. Но, как ни странно, было мало проведено исследований на людях. Результат появляется только через 3 месяца лечения. И дозировка должна быть 1800 мг в день. А то пользы, в принципе, мало было от него. Резвератрол У мышей резвератрол лечит и снижает осложнение от перегрузки давлением. Улучшает функцию сердца, миокарда. И снижает фиброз сердца. Вообще здесь разные дозировки применяем. То есть от 100 мг до 500 мг, даже 600 было. Разные исследования. И вообще он улучшал эндотелий, понижал холестерин. Вообще посмотрите сами, потому что здесь очень много примеров, от чего он помогает. И разные дозировки были при этом. Рутин – это флавоноид. Работает лучше с С-витамином. Он антиоксидант. Лечит гипертонию. Увеличивает оксид азота в эндотелиальных клетках. Снижает факторы активности тромбоцитов. Рутин обязательно при варикозном расширении вен. Дозировка при этом там где-то до 4 г в сутки. Смотрите сами, в зависимости, какой у вас варикоз. Лицитин. Вообще лицитин было много исследований проведено. Но вот, например, вот это обезьяны в группе с лицитином в течение 8 недель. У них упал общий холестерин на 46%, плохой на 55%. Поэтому вот все-таки лицитин я бы очень рекомендовала, у кого повышенный холестерин. Селен. Селен вообще он один из самых важных таких элементов для сердца. Здесь очень длинная статья на русском PDF, и почти вся она посвящена сердцу. Селен снижен почти у всех сердечно-сосудистых заболеваниях. Дефицит способствует микрокардиоатрофии, дистрофии, атеросклерозу, ишемической болезни сердца, инфаркту миокарда, аритмии. Кроликов кормили гиперхолестериновой диетой, и в группе без селена через 3 месяца уровень холестерина был повышен в 3-4 раза. Такая еще диета дополнительно понижала уровень селена в организме. Вообще селен способствует нормализации миокарда. Дефицит вызывает тяжелое поражение миокарда. Где в почве нету селена, там высокая заболеваемость ишемической болезнью сердца. А весь Запад, Россия, Европа – это все бедные селеном почвы. И вообще, насколько я помню, например, в Финляндии, и, по-моему, даже в Белоруссии, там уже добавляют селен в продукты, и, в принципе, тем снижают. Например, в Финляндии там уже снизился риск сердечно-сосудистых заболеваний. Вообще, у пациентов с инфарктом миокарда селен понижен. И комбинация с Е-витамином была еще более эффективная. Вообще, селен, Е-витамин, С-витамин, коэнзим-Ку-10 и рыбий жир, они очень хорошо между собой сочетаются и усиливают действия друг друга. Поэтому вот эту комбинацию, если у вас проблемы с сердцем, обязательно пропейте. Это просто первое. Ну вот, из остального, что еще помогает, я не буду сюда вставлять, но, конечно же, это Е-витамин, обязательно Д-3-витамин. Он тоже понижает сердечно-сосудистые заболевания, риск. И он также помогает при аритмии. И вообще, в принципе, даже в южных странах он и то в основном у людей понижен. Также здесь чеснок тоже может помочь. Он, в принципе, понижает холестерин, разжижает кровь и усиливает кровообращение. Различные травы вы можете поискать. На iHerb там очень большой выбор препаратов для сердца. И, конечно, пропейте опять-таки группу В всю желательно. И хорошо бы, если она была очень качественная, как в одном ролике я рассказываю, какой лучше всего препарат выбрать. Потому что надо брать активные формы витамина В. И вообще, конечно, все витамины и минералы вам надо пропить. И также, конечно, фрукты и овощи. Это тоже очень важно. Ну вот еще забыла про рыбий жир, конечно. Рыбий жир тоже обязательно добавьте. Потому что, ну вот где много омегокислот. Потому что он тоже очень важен для сердца. И снижает риски различных сердечно-сосудистых заболеваний. И также он тоже очень часто снижен и омегокислоты у людей. Те, кто мало рыбу едят. И даже те, кто много едят, не обязательно, что повысятся омегокислоты. Поэтому берите обязательно. Продолжение следует...